Боюсь, когда водители молодые парни, они настоящие шоумахеры. Они смотрят, что они везут кого-то, да? Клиент в машине сидит, очень небрежно водят машину. Опасное вождение. Добрый день! Ну, пошли? Пошли? Пошли. Здесь пройти немножко, да, вот, как мы ходили напрямую. А он говорит, давай по тенечку пойдем. Ну, ладно, пойдемте по тенечку немножко дальше попасти. Сегодня я с вами не поздоровалась. Сегодня у нас уже 30-е. Наконец-то мы сегодня пришли в поликлинику. На 9.30 запись у него. Вот, жара. Красивые деревья. Остановился, смотрит. Сейчас покажу вам тоже. Видели? С какими-то вот такими висюльками. Листья тоже огромные, как лопухи. В прошлый раз мы вчера здесь с вами были. А в прошлый раз, когда приезжали, помните, здесь они бордюры убирали, все заасфальтировали. Так, мы рано опять приехали. Так, будем ждать. Он наверх ушел. Люди ждут. Пока до 4-го поднимется, поднимемся с потеем. Поэтому подождем немножко. Поехали с поликлиники. В общем, ни с чем. И зашло на стыдно. Здравствуйте. Спасибо большое за пожелания, переживания и рекомендации. Все пьем, лечимся потихоньку. Самое противное для тебя что? Молоко с маслом и медом. Да. Еле-еле пьет. Уже вон остыла, выпила. Добросовестно будешь лечиться, быстрее выздоровеешь. Привет всем еще раз. Вот мы вернулись в поликлинике. Я уже в машине вам сказала, что ни с чем вернулись. Так как заключение сосудистого хирурга с больницы, с Исганова. Он там написал, что нужно оперативное вмешательство, чтобы нас поставили на очередь получения квоты в другую больницу. Потому что они стенды не ставят. На данный момент у них до конца года стендов нет. Они будут резать. Такую открытую операцию будут делать. Чтобы попасть в другую больницу на операцию, нам нужно снова пройти, вот где мы будем оперироваться, допустим, в этой больнице, пройти консультацию. И эти две больницы, Медитера и Сабмин, наша больница не дает на консультацию направление. Сказали, сами запишитесь. В общем, платно, платно обе больницы на консультацию. Я позвонила в обе больницы, естественно, и там, и там консультации платные сосудистого хирурга в Медитере от 10. Дальше специалисты, ну, в зависимости от стажа и категории врача, да, цены от 10 до 25 тысяч. 10, 15, 25 стоит. В Сабмине 12 тысяч прием стоит. Ну, у нас как бы уже все готово. Мы знаем, что нам надо оперироваться. И скажут, у нас нет стендов. Мы возьмем сейчас самого там хорошего специалиста, да, за 25 тысяч на консультацию. Чтобы услышать, что нам операция нужна, мы это знаем. И чтобы потом они нам сказали, нет у нас стендов. Потом пойти еще в следующую больницу снова, да, на консультацию платную. Вот, в общем, я попробовала и туда, и туда позвонить. Они в основном кул-центры же, там номера телефонов кул-центров и регистраторы. Они такую информацию не дают. Такую информацию может дать только именно хирург, который будет вас консультировать. Вот так. Так что, пока это дело отложу. Сегодня посоветуемся, не знаю. Но, конечно, лучше видеть медитэри специалисты. Они все с Ганова. Вот 10 тысяч, у него стаж работы 7 лет всего. Ну, не знаю, 7 лет, мне кажется, тоже неплохо вообще. Он учился сколько бы, единственное, именно по этой специализации, стаж мне надо знать. Если он из них только год работает, а остальное он, может быть, там, в поликлинике, может, где-то сидел. Такой врач мне не нужен. В общем, предстоит работа. Сейчас чуть-чуть мозги в кучу соберу. Я где-то, наверное, час сидела, звонила, все изучала. Смотрела этих специалистов. Все, муж устал, пошел спать. Я говорю, иди спи, что ты рядом со мной сидишь. Я сама дозвонюсь, сама все узнаю. Пойду тоже отдохну. Спотело жарко, душно. Сегодня у нас уже 30 число. Завтра последний день июля. Начнется последний день. Последний месяц лета. Так быстро лето пролетает, да? Ладно, всем хорошего дня, удачи во всех начинаниях. Пусть все у вас сбывается. И все, что вы наметили, исполняется. Увидимся. Мы приехали в нашу Мегу. В кино. Рано мы приехали, да, Айдан? Рано приехали. В общем, мы договорились так, что я приеду с ними вместе. Они давно планировали на сегодняшнее число сходить в кино. Должны были идти вдвоем. Я согласилась прийти вместе с нами, довезти их, запустить. И уеду домой. А сейчас он сидит и мне говорит, что это кино. Я говорю, мультик. Давайте я не пойду, вы вдвоем идите, говорите. Хитрый какой. И сейчас мы сели в такси. Приехало такси такое внутри. Внутри воняло газом. Она говорит, что только что заправилась, и газ оказался таким вонючим. Невозможно дышать. Она еще закрыла окна, включила кондиционеры. Естественно, весь этот воздух остается в машине. Вот так мы и ехали. И еще вот эти невес, ну там весла должны быть на дверях, да, открывать окна. Их нету. Даже мы, ну, если захотим, не можем открыть. И она все закрыла. Подъезжаем сюда, к Меге. Я говорю, вы проехали. Она говорит, нет, у вас указано здесь. Здесь перед Мегой кармашки для посадки и высадки пассажиров. Она проезжает и еще мне грубит, говорит. А, говорит, нет, указано здесь. Никогда там указано не было. Всегда вот этот пятачок указывает, где спецместо для машин. И высадила нас на обочине. И я говорю, там же специальное место есть. Она, до свидания, мне вот так ответила. Женщина. Хамка. Да, в следующий раз подсказывается. Нервная ехала там с кем-то по телефону еще, ругалась там. С мужем, наверное. Сидим здесь, дышим. Немножко подышим, свежим воздухом, потом зайдем. Я вообще ехала, боялась. Думаю, вдруг у меня что-то не в порядке с этим баллонами. Вдруг сейчас машина еще взорвется. Все, зайдем. Здоровье повредили. Здоровье повредили. Голова болит. Голова болит. Еще она, в России, болеть не умеет. Тут, да, все-таки шатает, катает. Резкий поворот идет. Опасное вождение. Ну, я говорю, ого. Она вот так резко развернулась. Она говорит, не бойтесь. У меня 20 лет стаж вождения. Да? Да, я сказал, вы шуматор что? Это такая большая моя 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 Продолжение следует... 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 Поехали! Смотри, ребенок в коляске смотрит это. Телефон. Девяти двадцать первого века, да? Это он так пахнет, да? А чего так пахнет? Здесь полы моют, наверное, освежают. Телефон. 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 Продолжение следует... 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 Нашелся... Потеря... А я нашлась... Продолжение следует... 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 Я по 2 таблетки растворяю... Не по 4... Продолжение следует... Нет, нет, нет... Соединял всякие ингредиенты и получал слайм... Или не получала слайм... И это все было зря... Первый раз, когда я делала слайм, у меня все получилось... Мы с тобой вместе делали... Да... Года 3 назад... Маленькая была... Ой, много не добавляю... Они у тебя везде будут валяться... А, они тут впитываются крошек... Да, да, да... У тебя были с крошкой... Я помню... Ха-ха-ха... Красная шапочка... Как тебе прогулка понравилась сегодня? Да... Что понравилось? Что понравилось? Ммм... Все понравилось? А, что еще? Понравилось все... Прекрасно было... Спасибо тебе... Нам надо час-то прогулять так... Очень хорошо провели время, да? Да... Вечер... Сначала... Я говорю... В те дни еще... Мы когда запланировали на сегодняшнее число в кино сходить... Кто пойдет сайданно в кино? В общем... Пойдет тот, кого не жалко, да? Отправим... Аташку... А когда туда пошли... Я же говорю... Аташка говорит... Может ты пойдешь? Я погуляю здесь... Вас подожду... Не хочу... И в конце концов все втроем зашли... И ни разу не пожалели... Интересно, весело... Втроем провели время... Посмеялись от души тоже... Посмотрели мультфильм... Хотя его Айдана, по-моему, так смотрит... Все серии уже... Ну... В Ютубе все есть... Ну... В кинотеатре, конечно, атмосфера другая... Ощущения другие, да? Акустика другая... В общем... Там более реалистично... Мы должны были только в кино и обратно... Ну... Сами видели... Что вот... Айдана говорит... Он туда может быть... А у нее две карточки... На одной там были деньги... На второй не было денег... Она их истратила... Еще я ей закинула... Поиграла... В детский мир схожу... Только посмотрю... Ничего покупать не буду... Походила там... Пришла... Говорит... А Пашка пойдем... Там я что-то хочу купить... И набор для слаймов она купила... Я говорю... Возьми... Этот... Готовый слайм... Она хочет набор... Ну... Сама хочет сделать слайм... Так что... Ну... Вот этот виртуальный... Я не знаю, как они называются... Вот эти очки... Она на разных следах катается... Ну... Там же... Всегда выбираешь... Разную... Разная тема... Разный фильм... Ну... Не знаю... Я не спросила, что там было... Но я видела там взрослые девочки... И она самая младшая там сидела... Среди них... Они тоже кричали... Кто-то там нападал, по-моему, на них... Ой... В помещении, где мы ходили... В торговом центре... Прохладно... Везде кондиционер... И в этом... Как он называется... В кинотеатре тоже кондиционер был... Аж чуть-чуть прохладно было... Потому что вот мы такие потные зашли... Ну... Мои ощущения... Голова была потная... И вот такой холодок был... А вот где игровые... Детская площадка внутри... Там кондиционера нет... Или более теплый воздух может быть включают... Потому что там детей очень много... И на улицу вышли... Духота... Влажность... Ну хорошо... Быстро мы приехали... Что я вам хочу сказать... Чаще... Чаще уделяйте друг другу... Внимание... Чаще... Старайтесь вместе... Выгуливать себя... Как бы не лень было... Потом... Потом остаются... Приятные воспоминания... В общем... Хочу сказать... Хорошо отдохнули... И вам... Желаю всего хорошего... Спасибо, что сегодня составили нам компанию... Будьте все здоровы... Любите друг друга... Уважайте... Берегите... Увидимся... С вами был Игорь Петров... Продолжение следует... Продолжение следует...